Девушки отдыхают Коротко о том, что ждет тебя сегодня в программе Последний матч в сезоне студенческой гонбольной лиги Как сборная КФУ сыграла с принципиальным соперником КАИ Баскетбол, чемпионат АСБ, дивизион Казань, Юл Барсы против Энерго и Кнету КАИ Соревнования по плаванию в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан Обзор матчей Рубина, Акбарса и Уникса Матчем за серебро закончился чемпионат студенческой гонбольной лиги Республики Татарстан На своем паркете сборная Кнету КАИ принимала гонболистов из Казанского федерального университета Кто в итоге в последнем матче чемпионата взял серебро, расскажет Евгений Алмазов В последнем туре студенческой гонбольной лиги все внимание было приковано к принципиальному противостоянию КФУ против КАИ Матч за серебро выдался очень интересным Уже на первых четырех минутах первого тайма КАИ вырывается вперед на три мяча Отличились Айрат Шайдулин, Руслан Пулатов и Рамиль Курбанов 3-0 КФУ отвечают двумя голами Владислав Тринев и Дамир Сафин 3-2 После этого долго обменивались голами команды Счет на 18-й минуте был уже 6-3 в пользу КФУ За оставшееся время в первом отрезке федералы смогли выйти вперед и выиграть тайм в 10-8 Главным героем у КФУ стал Фидан Сахапов, который оформил хитрик за первую половину А вот у кого нельзя назвать тайм удачным, так это у Тимурлана Нагиева Который получил красную карточку и удалился до конца игры за группой фолл Второй там не уступил первому по результативности Настоящую голевую перестрелку устроили команды КАИ нужно было отыгрываться и им это удалось На 38-й минуте счет становится 14-13 в их пользу Но радость была недолгая В оставшееся время с 38-й по 50-й минут в воротах КАИ побывало сразу 6 мячей КФУ смог довести матч до волевой победы 20-18 Владислав Трюнев стал главным героем встречи Так как на его счету сразу 6 голов в ворота КАИ Федералы занимают вторую строчку в лиге и берут заслуженное серебро Евгений Алмазов, Амир Сабиров, Неделя спорта Под конец года наконец-таки на паркет выходят баскетболисты Стартовал очередной сезон ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе Казань Разумеется, баскетболисты из Казанского федерального университета Также принимают участие в этом турнире Два тура уже позади, давайте сейчас вспомним, как это было Первый соперник – Казанский государственный энергетический университет Матч среди девушек прошел полностью под диктовку хозяев площадки Первую четверть сборной КФУ выигрывает со счетом 18-15 Во второй четверти на табло уже было 33-24 Вторая половина игры сюрпризов не преподнесла И сборная КФУ постоянно держит отрыв в 10 очков В итоге 69-45 – первая победа девушек в регулярном чемпионате Второй матч в женском первенстве уже по афише предрекал зрелищность Юл Барсы против Кнету Каи Первая половина игры проходит на равных курсах Сборная КФУ создает комфортный отрыв, но Каи тут же его сокращает Девушки из Кнету Каи в первой половине отлично пользовались ошибками Федерального университета в обороне Постоянно отдавая передачу на свободного игрока под кольцом Итог первой половины игры – 37-31 Во второй половине Каи могли перевести игру в свою сторону Девушки из Федерального университета явно расслабились, за что и поплатились Только за третью четверть Каи смогли сократить отставание с 10 очков до одного И по сути в четвертой четверти вся игра начиналась по новой Сборная КФУ смогла собраться и довести счет до победного – 72-62 Женская сборная КФУ пока не знает поражений Регулярный чемпионат среди мужчин начался с тяжелого матча против энергетического университета Сборная КФУ взяла на себя роль догоняющего Первую половину они проиграли со счетом 27-32 Все задумки блокировались еще в самом начале Надежды оставались только на вторую половину игры после большого перерыва Но и там чуда не произошло Третью четверть Энерго выигрывает 40-50 А в последнем отрезке делают счет 59-67 Казанский Федеральный теряет очки на старте чемпионата Во второй матч против Кнету Каи и Юлбарсы заходили только с мыслью о крупной победе Первая половина игры шла на равных курсах Явного фаворита на площадке не было У обеих команд были явные проблемы с реализацией своих моментов Ход встречи поменялся только к концу второй четверти Когда сборная КФУ все-таки нашла слабые места у Каи и регулярно пользовалась ими 41-21 после первой половины игры Вторая половина прошла полностью под диктовку Федерального университета Сколько бы Каи не пытались забрасывать трехочковые Очень много мячей летело мимо кольца Когда у КФУ наоборот залетало практически все Третья четверть заканчивается счетом 57-38 А финальный счет 76-53 КФУ спасает свое положение в регулярном чемпионате После двух туров Ассоциации студенческого баскетбола дивизион Казань Давайте взглянем на турнирные таблицы Среди женских сборных первое место за Казанским федеральным университетом Четыре очка и ни одного поражения Вторыми идут девушки из Кнету Каина Их счетут три очка Тройку лидеров замыкает вторая команда Кнету КХТИ Два очка Остальные результаты на вашем экране Среди мужских команд на первой строчке расположились баскетболисты федерального университета Три очка Такой же результат у сборной Кнету Каи Но по разнице мячей и личным противостоянием Авиационный институт на втором месте Третьими идут первая сборная Кнету КХТИ Два очка Остальные результаты на вашем экране В этом году Казанский федеральный университет сыграет еще один тур перед перерывом В соперниках первая сборная Кнету КХТИ Первыми на паркет выйдут женские сборные в 17.30, а после них в 19.00 мужчины Матчи состоятся 17 декабря и наш телеканал покажет их в прямом эфире Так что не пропусти и подключайся к трансляции Теперь поговорим о спартакиаде вузов Республики Татарстан На этот раз сильнейших выявляли в таком виде спорте, как плавание Какой университет смог выставить более сильную сборную И кто в итоге забрал награды высшие пробы, расскажет Диана Жданова Спартакиада вузов продолжается На протяжении двух дней, 11 и 12 декабря, проходил очередной этап плавания Соревнования отличились яркой борьбой Многие пловцы смогли побить рекорды в личных зачетах Пловцы казанских юлбарсов показали неплохие секунды Это позволило тиграм казанского федерального подняться ближе к первой строчке в рейтинговой таблице Кстати, для КФУ это стало большим достижением Ведь долгое время они не могли подняться на более высокую позицию Соревнования начались с дистанции 50 метров вольным стилем у женщин С начала первого заплыва лидировала Арина Бойкова Она выигрывает стартовую реакцию и обгоняет соперниц на пару корпусов Благодаря этому ей удалось сохранить лидерство до конца заплыва Итог? Первое место с результатом 27,35 секунды Соревнования прошли довольно так весело Все ребята очень позитивные и результатами я тоже довольна Я плыла своей дистанции, была даже уставшая Но ребята как-то поддержали и потом навеселее выходили на эстафеты даже Соревнования довольно таки пошли успешно Мы с девочками заняли первое место на 4 по 50 вольным стилем Я в своей личной дистанции на 50 метров вольным стилем заняла тоже первое место Ребята тоже показали свои хорошие результаты и тоже заняли места Одним из главных фаворитов следующего заплыва стала Алина Бурчевская На дистанции 50 метров бутерфляем она вела ожесточенную борьбу на финише Спортсменка долгое время держалась наравне с соперницами Однако полностью контролировала ситуацию и пришла первой с результатом 28,40 секунд Следующий вид программы 100 метровка И здесь снова лидирует Арина Бойкова Результат 58,11 секунды В женской эстафете 50 метров команда КФУ взяла золото В комбинированной эстафете тигры получили серебро Женские заплывы позади и свое место на воде женщины уступают мужчинам На дистанции 50 метров третье место Брасм с временем 31,52 секунды занял Дмитрий Козер Сначала он был вторым, но уступил пловцу Академии С третьим результатом на этой же дистанции вольным стилем финиширует Роман Яковлев С временем 24,06 секунды На королевской дистанции 100 метров вольным стилем третье место С результатом 53,71 секунды занял Павел Фомичев В общем и целом соревнования прошли довольно хорошо Ребята сегодня и вчера показали отличные результаты Выделились Байкова Арина, Роман Яковлев, Козырь Дмитрий У меня получилось Девочки в эстафете смогли занять вчера первое место, сегодня второе Также мы вчера своим составом мужским заняли третье место в крыльевой эстафете Пришлось действительно поработать над техникой, над скоростью Я думаю каждый человек ответственно подошел к подготовке И поэтому получилось показать хорошие результаты Во время соревнований давно не было таких стартов Конечно жаль, что участников в этот раз было меньше, чем в том году Но были соперники, были и немного зрителей Поэтому была такая соревновательная атмосфера Были действительно тяжелые соперники То есть большинство здесь еще действующие спортсмены, которые занимаются профессиональностей, нерами Поэтому была конкуренция, пришлось где-то бороться с собой, с ними А лидером этой аквадружины стал Роман Яковлев На этой же дистанции вольным стилем он забрал золото с временем 52,33 секунды По впечатлениям очень хорошо, не ожидал таких результатов, если честно Но вот как получилось, так получилось, очень доволен своим результатом То есть доволен вообще командными успехами То, что на таком высоком уровне мы бились Эмоции потрясающе испытал, то есть вот занял первое место Это, конечно, было ожидаемо, но все равно радость какая-то есть за себя, за команду, вообще в целом В мужской эстафете кролем тиграм не хватило всего несколько секунд до серебра И они становятся третьими По результатам эстафет и индивидуальных заплывов Тремя лучшими командами стали Поволжская академия, Казанские юлбарсы и КГСУ Диана Жданова, Глеб Нигмати, Неделя спорта Теперь о хоккее Хоккеисты Казанского федерального университета начинают свой путь В новом сезоне чемпионата Единой хоккейной лиги Казанские юлбарсы во втором туре встречались с хоккейным клубом «Стрела» И, разумеется, этот матч посетила наш корреспондент Диана Урядова и сейчас подробно о нем расскажет В стартовом матче Единой хоккейной лиги казанские юлбарсы проиграли команде «Тимир Хан» со счетом 2-6 13 декабря во втором матче лиги КФУшники встретились с командой «Стрела» с надеждой только на сокрушительную победу, чтобы выбиться в лидеры Игра началась стремительно Обе команды играли на равных курсах, но к девятой минуте юлбарсы смогли изменить счет на табло Арсений Орлов открывает счет Вторую половину периода игроки «Стрелы» пытались ответить КФУшникам своими выпадами Однако вратарь юлбарсов Руслан Путинцев безошибочно выполнил свою работу и не пропустил два мощных удара на последних минутах Цвисток, счет 1-0, команда отправляется на перерыв В начале второго периода хозяева пытались сравнять счет, но Ислам Шавлеев достаточно агрессивно играл в защите, не давая пройти нападающим к своим воротам Один из острых моментов второго периода возникает на восьмой минуте Нападающие «Стрелы» в быстром отрыве выходят 1 на 1 с вратарем, но реализовать момент до конца не удается Большая часть времени второй половины прошла на стороне ворот сборной КФУ Егор Аманов удалился за блокировку на 18-й минуте и у «Стрелы» появилась хорошая возможность сравнять счет Но реализовать большинство не получилось Вратарь сыграл на высоте «Стрела» долго пыталась найти слабое место юлбарсов И на 21-й минуте с передачей Бориса Калимулина Александр Саргеев сравнивает счет Второй период заканчивается со счетом 1-1 Третий период наполнен массивными атаками в сторону ворот «Стрелы» Хозяева решили играть больше в оборонительный хоккей Поэтому дальние прострелы юлбарсов не доходили до своей цели Однако защита смогла выстоять только 10 минут Сначала связка Арсения Орлова и Ильи Харитонова выводит сборную КФУ вперед 2-1 На 12-й минуте игрокам «Стрелы» предоставляются сразу же три возможности сравнять счет Но ни одна из них не заканчивается взятием ворот На 14-й минуте сборная КФУ вновь в атаке Эдуард Мусин обводит двух игроков и с полуоборота отправляет шайбу в ворота противника Юлбарсы доводят счет до более уверенного 15-я минута, длинная передача, выход 2-2 на ворота КФУ Ценой двухминутного удаления Роберт Геннатулин срывает атаку Вернувшись на лед, после удаления тот же Геннатулин с передачи Орлова ставит точку в матче 4-1 Мы с первой минуты настраивались только на победу, потому что в этом турнире провели один матч, и он был у нас не очень удачный Поэтому, думаю, настало время набирать свои очки и побеждать Казанский Юлбарсы уезжают с победы и готовятся к следующей игре в ЕХЛ Диана Урядова, Наталья Жирнова, Неделя спорта От локальных новостей переходим к всероссийским и даже к мировым Очень насыщенная неделя получилась у Акбарса, Рубина и Уникса Наш корреспондент Амир Сабиров наблюдал за всеми матчами этих трех команд И сейчас в своем обзоре вам расскажет подробно о каждом из них Неделя у ценителей казанского спорта началась с баскетбола В среду Уникс на своем поле проводил 9-й тур группового этапа Еврокубка Соперник – французский Бур Уже в первой четверти казанцы подтвердили свой статус фаворита Счет 25-11 Но в последующих двух гости неожиданно перехватили инициативу 18-25 и 13-19 в пользу гостей и счет уже почти равный Но Уникс забрал за собой четвертый отрезок и победил с общим счетом 76-71 Лучшим игроком встречи, несомненно, стал американский легионер-хозяев Айзея Канан Который набрал аж 33 очка за матч и помог команде выйти на вторую срочку в группе В этот же день в гости к Акбарсу пожаловал Магнитогорский Металлург Но казанцы не стали устраивать теплый прием своим соперникам Целых три безответных шайб побывало в ворота Василия Кошечкина В первом периоде на 15-й минуте Найджел Доулс с передачи Виктора Тихонова открывает счет Во втором Стефан Дакоста его увеличивает с передачи все того же Доулса 2-0 А в середине уже третьего периода Станислав Галиев снимает все вопросы о победителе матча 3-0 По одной забитой шайбе в каждом из периодов Иакбарс забирает важные два очка в копилку Три дня спустя в Татнефть-арене гостила Минская Динамо Зрители увидели целый карнавал забитых шайб Началось все с гола Артема Галимова на пятой минуте Нападающий вот так красиво отметил свое возвращение в состав после травмы А пять минут спустя легенда казанцев Данит Зарипов реализует большинство И делает счет уже 2-0 В самом начале второго периода Альберт Ярулин свалил за задержку клюшки соперника И казанцев ждали тяжелые 2 минуты в меньшинстве Но хозяева не стали отсиживаться в обороне И Артем Лукаянов воспользовался хорошим шансом в контратаке 3-0 На 15-й минуте периода Степан Фальковский огорчает казанских болельщиков И сокращает разыры в счете 3-1 Из-за грубой игры Михаила Фисенко Акбарсу предстояло сыграть 5 минут в меньшинстве Но в этом матче удаления хозяевам шли только на руку Кирилл Петров забрасывает вторую шайбу в четвером 4-1 Самым богатым на голы оказался третий период Целых 4 шайбы побывало в воротах Сначала Дмитрий Юдин с щелчком прошивает вратаря меньшан 5-1 Позже Стефан Дакоста реализует большинство 6-1 А четырьмя минутами позднее большинство реализует уже Динамо Иван Лодни отличился 6-2 Ну и конечную точку в матче ставит лучший снайпер Акбарса Найджел Доус 7-2 Разгромная победа казанцев над меньшанами В субботу баскетбольный Уникс принимал аутсайдера единой лиги ВТБ Эстонский Калев В каждой четверти Уникс выглядел лучше как по игре, так и по счету 24-13 во втором отрезке тому подтверждение Несмотря на старания эстонцев, интриги в матче им создать не удалось Уникс побеждает 83-66 И продолжает борьбу за более высокие места в таблице К удивлению многих экспертов Лучшим игроком у хозяев стал непривычный лидер Канан А разыгрывающий защитник Нейт Уолтерс, который набрал 14 очков В заключительный день недели Казанский Рубин в гостях проводил 18-й тур в российской премьер-лиге Соперник Тамбов Игра началась с пары опасных моментов у ворот хозяев Сначала бил Хвича Хворацхелия, а после удар через себя решил попробовать Джорджо Деспетович Счет в матче на 20-й минуте открыл защитник Рубина Илья Самошников Который смог воспользоваться хорошим пасом Дарка Евтича Со своей половины поля Молодому защитнику оставалось только подправить мяч одним касанием 1-0 После гола Рубин продолжил наступать на ворота хозяев Они должны были вести уже в 2, а то и в 3 мяча Но забить не получилось Надежно играла оборона, а иногда просто не везло Тамбов лишь изредка отвечал своими контратакующими выпадами Гости доводят матч до минимальной победы 1-0 И зарабатывают важнейшие 3 очка Акбарс продолжал свою домашнюю серию матчем с Йокеретом Команды из столицы Финляндии переживают не лучшие времена Ведут борьбу за попадание в плей-офф Поэтому гости несомненно хотели отобрать очки у лидера Но Акбарс без боя не сдается Казанцы сокрушительно мощно начали матч Уже в первом периоде в воротах финнов побывало 2 шайбы Новичок хозяев Тревор Мерфи в дебютном матче набирает свое первое очко Ассистирует Дмитрию Воронкову 1-0 А за 3 минуты до конца первого отрезка Иван Йемиц празднует гол 2-0 В самом начале второго отрезка барсы получают отличную возможность увеличить преимущество За нарушение против Даниса Зарипова в воротах гостей назначается штрафной бросок Но Найджел Доус его не реализует Второй период оказался безголевым А вот в начале третьего Йокерет возвращает интригу в игру Никлас Йенсен забивает 2-1 Финны атаковали весь период Казалось бы, вторая шайба должна побывать в воротах Адама Рейда Ворна Но за 2 минуты до конца матча Стефан Дакоста мощным щелчком поражает ворота гостей 3-1 А уже за полминуты до конца Кирилл Петров забрасывает в пустые ворота и ставит точку 4-1 Акбас продолжает погоняться ЦСКА в общей таблице лиги И завершает наш обзор казанских клубов Амир Сабиров, Неделя спорта Ну и на этом все Вот такая у нас выдалась Неделя спорта Что будет дальше, посмотрим Вы смотрели программу Неделя спорта Я и ведущий Роман Паренсков Увидимся на следующей неделе в это же время и уже во вторник До скорых встреч, пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова